Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Мистер Молния. Ну а это, как вы можете заметить по моей крутой удочке, симулятор рыболова на кристаллике. Ну что, погнали! Как вы можете заметить, у меня уже есть 17 монеток, третий уровень и поймал я 6 рыб. Дело в том, что я уже чуть-чуть поиграл и в общем разобрался, что тут как. Сейчас я вам все объясню. Итак, тут есть деньги, есть уровень, ну статистика, сколько вы поймали рыб, уровень удочки. Сейчас я нахожусь на начальном озере, можно, то есть, в разные локации ездить. Время сейчас 10 часов вечера и также тут показывается температура. Также тут есть просто охренительное количество разных других штук. Например, оружие и одежда, корабли, лодки, сети, локации, квесты. Мы можем продавать нашу рыбу, чтобы зарабатывать монетки. Питомцы! Мы можем улучшать нашу удочку, смотреть, какие рыбы мы поймали. Трофеи! Даже есть город, который доступен после первого ребитка. Да-да, тут есть перерождение. Можно арендовать лодку, а не покупать ее. В общем, как вы поняли, это очень крутой режим и почему-то в него почти никто не играет. Точнее, я один тут сейчас. Кстати, я тут уже ловил как бы два вида рыб. Это палка и пескарь обыкновенный. Кстати, я в реальной жизни довольно люблю рыбалку, поэтому этот симулятор мне очень даже нравится. Итак, как нам ловить рыбу? Мы должны, получается, забросить нашу удочку, ждать. И когда нам кто-то клюнет, надо, короче, тыкать в определенные моменты. Вот, надо вот держать эту полоску, короче, вот в зеленом месте, потому что иначе вы можете прокакать свою рыбу. И я поймал палку 172 грамма. Давайте ее продадим, и я получу за нее две монетки. Кстати, давайте посмотрим, что дает нам прокачка удочки. Мы можем улучшить леску, тогда мы сможем более большую массу ловить. То есть там более большую рыбу или палку тоже самую. Также мы можем улучшить саму удочку, и тогда нам будет попадаться более крутая рыба. И еще можно улучшить крючки, которые, не знаю, что дают. Тут не написано, но, возможно, потом мы поймем. Также, кстати, тут есть какие-то яти, из которых, скорее всего, выпадают питомцы. И оно стоит 1700 монет. Столько у меня нет, поэтому давайте пока половим рыбы. Так, кто-то сел ко мне на крючок, поэтому давайте его поймаем. И я поймал маленького пескарика 19 грамм. Вот это, конечно, милиписявка. Нифига себе, я поймал водоросли. Вот их я еще пока что не ловил, и давайте продадим нашего пескарика и водоросли, и получим всего лишь одну монетку. Ну ладно, давайте я тут немного порыбачу, заработаю бабок. Немного я половил и поймал два пескарика, получается. Куча водорослей и две палки. Кстати, палки довольно много весят. Давайте попробуем все это продать, и я получу целых 20 монет. Неплохо. Давайте попробуем прокачать нашу удочку. Хотя нет, подождите, давайте посмотрим, сколько стоят сети, например. О, 25 косарей. Прокачать именно саму удочку, чтобы была круче рыба, я не могу. Но я могу прокачать, например, леску, чтобы была больше масса ловли рыбы, так сказать. То есть теперь нам может пойматься рыба 250 грамм, а до этого было только 180. Давайте протестируем эту нашу новую леску. Я тут ловлю еще одну рыбу, и, кстати, я уже поймал пескарика, который всего лишь 77 грамм. Надеюсь, вот эта вот палка будет больше, но нет, она тоже 166. Что ж такое, я хочу поймать гигантского пескаря. Правда, они прям супер большие не бывают, они обычно всегда маленькие в реальной жизни. Кстати, у нас сейчас 10 часов утра, по идее. Ну, кстати, как-то странно, клев работает, по идее, например... Опа, рыбка, по идее, короче... Я поймал футер с лет 13 грамм. В реальной жизни где-то в обед примерно вообще не клюет, а тут клюет в рыбое время, в принципе. И реально, вы только посмотрите, я поймал целых 4 окуня. До этого они мне вообще не попадались, и самый здоровый из них это вот этот 185 грамм. Давайте попробуем все наше добро продать и получим 28 монеток, нормально. Кстати, давайте посмотрим, сколько стоят лодки. Они стоят 800 тысяч, нормально. А корабли вообще там не бойся. О, один, один... Какая-то, получается, какая-то миллион, а какая-то миллиард, что ли? Так это ж вообще охренеть, сколько она стоит. Ну-ка, а что надо для ребитха? 2500 левел? У меня только 8-й, капец. Давайте тогда попробуем накопить 50 монет и арендуем себе лодку. Я тут наловил довольно дофигища рыбы, и всего я ее поймал, кстати, уже 40. Правда, несколько из них на самом деле это не рыба, а всякие палки и водоросли, но ладно. Короче, давайте их продадим, и 38 монет, ни хрена себе. Кстати, я тут немного менял локации, и мне понравилось вот на этом пирсе, потому что тут довольно большие рыбы клюют. Не знаю, зависит ли это как-то от места, или это просто рандом, но тут как-то было круче. Ну что, давайте попробуем арендовать лодку. Вот я, получается, жму, и офигеть, у меня теперь есть лодка. И я могу, получается, на ней кататься. Кстати, смотрите, у меня внизу показываются вот эти 15 минут. Давайте попробуем сгонять куда-нибудь вот сюда, например. Какой смысл лодки? Наверное, я буду ловить более крутую рыбу. Сейчас мы это проверим. Итак, я, кажется, поймал рыбу. Давайте ее достанем. И это у нас опять палка, но зато она 131 грамм. То есть она довольно большая. Итак, у нас вторая рыбка. Тянем ее. И это у нас окунь 126 грамм. Ну, в принципе, как будто бы обычно. Кстати, я могу под этим мостом как-то прокрутить? Мне кажется, нет. Бум! Да, не могу, к сожалению. Тогда я пока что не понимаю смысл лодки. Давайте попробуем кидать вот сюда, прямо на середину, блин, озера. Ага, рыбка. И это у нас опять окунь 122 грамма. По-моему, тут обычная рыба ловится. Мяу! Бух! Ага, опять окунек 114 грамм. Нормально. Кстати, давайте посмотрим, можем ли мы отправиться в другие локации. Итак, мы находимся на начальном озере. Следующая локация, водопад. Ее надо 500 монет и 12 уровень. Ну, я думаю, в этой серии мы столько еще накопим. Офигеть тут, чтобы попасть в Амазонку, надо 7800 уровень и 40 миллиардов денег, охренеть. Давайте я лучше просто продолжу ловить рыбу. Вот столько вот рыбы я наловил. Ее тут очень много. И давайте попробуем ее продать. Мне кажется, я сейчас получу просто дофигища монеток. И 39 штук, реально. Но, кстати, прокачать удочку нам стоит 80 монеток. Поэтому давайте половим еще. Кстати, давайте так, чтобы я понял, если вам понравился этот режим и вы хотите как бы продолжение, ну, следующей серии, то, пожалуйста, поставьте 50 лайков и тогда я пойму, что вам этот режим реально понравился и продолжу его снимать. Ну, а тем временем я поймал окунька. Кстати, тут очень смешно сделан вот этот индикатор, типа, живет. То есть, лодка наша живет. Как будто бы это переведено с другого языка. Ну, блин, это же Кристалликс. Тут изначально должно быть все по-русски. Я не понимаю, почему тут так часто ловятся палки и почему их можно продать? Неужели кому-то нужны палки? Блин, я реально нигде не видел таких подобных режимов. Мне кажется, у Кристалликса очень большое будущее, потому что это реально очень круто. Я бы поиграл еще в кучу таких подобных симуляторов разных вещей. Это реально очень прикольно. Кстати, если хотите со мной поиграть на симуляторе рыболова, то заходите на Кристалликс мини-игры. Далее открывайте компас и справа снизу там будут, типа, другие игры. Там удочка и симулятор рыбака. Не понимаю, почему тут играет так мало людей, всего лишь два чела, включая меня. Это же реально офигенный режим. Так что заходите сюда и дайте знать Кристалликсу, что это реально классный режим и чтобы он его дальше развивал. Кстати, я заметил, что чем легче предмет, тем вот эта вот полоска медленнее двигается, то есть проще его поймать. А если там какая-нибудь гигантская рыба, то эта полоска очень быстро двигается и фиг ее поймаешь. Вот, например, сейчас двигается средняя и, скорее всего, будет довольно большая рыба. И да, целых 118 грамм. А до этого я поймал пискарика, по-моему, вот 11 грамм. И там полоска настолько медленная была, что можно было вообще не жать. Так что заранее можно узнать, какую рыбу вы поймаете. Вот, смотрите, сейчас полоска двигается медленно и я поймал всего лишь 52 грамма окунька. Кстати, сейчас у меня уже закончится аренда лодки, поэтому давайте поймаем вот эту вот последнюю рыбку. Это у нас будет пискарик и... Да, уже остается мало времени, я уже не буду забрасывать, наверное. И что же сейчас будет? Меня что, бросят прям в воду? Эм, у меня она как бы... Ааа, ну началось заново, то есть у меня... Блин, у меня отобрали деньги, зашибись. Тогда продолжаем ловить. Надо было из нее вылезти, короче. А, вот, смотрите, я нашел, покупая лодку, у вас гарантированно будет рыба максимального доступного уровня. То есть, какого уровня у меня удочка. Кстати, давайте продадим всю нашу рыбу и 46 монет, круто. А ну-ка, я тут наловил немного рыбы, давайте ее продадим. И у меня 69 монеток, надо еще чуть-чуть подкопить, чтобы было 80, и тогда мы сможем качнуть нашу удочку. Кстати, в этой местности довольно жарко, вы посмотрите, сейчас уже полдевятого и 29 градусов температура. Кстати, интересно, как повышается уровень? Вот почему у меня он как в начале серии был 8, так и сейчас 8, но при этом как-то 8 же я прокачал, потому что изначально был то ли 1, то ли 0, я не помню. Кстати, мы скоро уже поймаем сотку рыбы. Итак, сейчас мне 100% должно хватить на прокачку удочки, да, у меня 90 монеток. И качаем удочку, теперь она у меня второго уровня. И теперь, получается, я должен ловить рыбу третьего уровня, давайте это проверим. Да, это третьего уровня рыбы, ну, посмотрите, какой это милипизерный пескарик, 6 грамм. Сколько мне за него дадут денег, интересно? Ничего вообще не дали, по-моему? Хотя нет, все-таки не дали, мне показалось, потому что он очень маленький. Надо, короче, поймать что-то побольше. Мне просто интересно, насколько цена повышается, вот, типа, уровень рыбы выше стал, и она, типа, дороже или нет? Ну, вот, допустим, я поймал пескарика 62 грамма, и мне за него дадут 2 монетки. Да, раньше, по-моему, меньше давали за такого маленького пескарика. Точнее, они всегда маленькие, в принципе. А вот сколько дадут за гигантского окуня? Или за палку 128 грамм, и дадут тоже 2 монеты, но палка, правильно, она вроде как дешевая. Кстати, напишите в комментариях, как вам нравится больше, когда, типа, таймлапсы, то есть, как было в начале видео, или когда я просто вырезаю моменты, когда я ловлю рыбу, как вот сейчас. Ух ты, смотрите, супер бак, у меня удочка не разложилась, то есть, у нее поплавок прямо сейчас на удочке, но при этом я ее забросил. То есть, по идее, должно быть вот так, типа, у нее меняется моделька. Кстати, мы уже поймали 100 рыб, я даже это не заметил, юбилей! Еще, кстати, можете написать в комментариях, какие еще режимы мне можно поснимать на кристалликсе. Ть, опять этот бак, он, походу, очень часто встречается. Кстати, вы могли заметить, что я стал чаще снимать видео, это потому что я подумала, что я не особо серьезно занимаюсь каналом, то есть, надо как бы побольше видео снимать. И еще я стал делать это, чтобы возродить мою статистику, потому что после конца лета она в два раза упала. Надеюсь, вот такой вот новый выход роликов устанет мою статистику. Кстати, вы мне можете в этом помочь и просто почаще ставить лайк, если вы вдруг забываете это делать. Кстати, интересно, что будет, когда у меня закончится аренда лодки сейчас, потому что у меня как бы всего 14 монеток, то есть, продлиться она не сможет. Кстати, надо будет на всякий случай подплыть к берегу, а то вдруг она просто подо мной исчезнет и я утону нафиг. Ага, меня просто телепортнуло на пирс и сказала недостаточно монет. К сожалению, я не успел это заснять, потому что что-то завтыкал немного. И вы только посмотрите, я наловил почти полный инвентарь рыбы, давайте попробуем ее продать. И я боюсь представить, 28 рыб я получу за это 77 монет, вот это я понимаю. Так, прокачать удочку стоит 120, а вот леску я, наверное, качать не буду. Давайте попробуем качнуть какой-нибудь крючок, может, сколько он стоит? 150, ага, у меня на него не хватает. А что находится в оружии? Динамит за 100 тысяч, понятно. Чтобы взрывать рыбу, нахрен ее взрывать, что за бред? И да, оружие стоит тут довольно много, как минимум 5 каблин. Давайте попробуем взять какой-нибудь квест, например, вот, поймать 7 палок. Вот это вот, я думаю, вообще изи будет. Не знаю, почему я раньше этот квест не взял. Офигеть, у меня новый рекорд, я поймал пискаря, который весит всего лишь 6 грамм. О, отлично, первая палка уже есть. Кстати, я не заметила, как-то уровень у меня все-таки прокачался, теперь он у меня 12-й. Я не понял, как он качается, но ладно. Кстати, я не понимаю, что это за дичь? Я выбрал квест с палкой, и они у меня перестали падать. Она только одна выпала за все время. А мне кажется, что-то тут не так. 100% все специально так подстроено. О, наконец-то вторую палку поймал. У нас очередной юбилей, я поймал 150 рыб. Кстати, 4 палки, еще осталось 3 штуки. И давайте всю нашу рыбу продадим. И 96 монет, нифига себе. Предлагаю качнуть нам удочку за 120 монет, и теперь я должен ловить рыбу 4 уровня, по идее. Блин, первый предмет 4 уровня, который я поймал, это палка. Кстати, я же только что поймал третью палку, и по идее всего их должно быть уже 7, и у меня должен быть... Да, квест выполнен, и награда 200 монет. А, так я ее уже забрал. Подождите, 3 из 7. То есть она у меня уже выполнилась каким-то образом? Как, да, вообще без понятия. Ну ладно, получается нам эти 120 монет уже давали, и следующая награда будет 200. Странно, ладно, давайте продадим нашу рыбу. Короче, что-то я не понял, как работают эти квесты. Ну а на этом мы будем заканчивать. Если вам понравился симулятор рыболова, то подписывайтесь, ставьте лайки, звените в этот колокольчик, чтобы первыми узнавать о выходе новых видео. А с вами был я, мистер Молния. Всем удачи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok